Поговорим в очередной раз о когнитивном диссонансе, плотно засевшем в русских головах, причем даже у людей интеллигентных, казалось бы, у людей, кто читает книги, и даже у людей, кто многие годы прожили на Западе, даже у них не все в порядке с головой. В последние дни все обсуждают интервью, данное вдовой Александра Солженицына, каналу НТВ, где она высказала, ну, все, что может высказать, скажем так, интеллигентная российская владница. В том, что Путин великий, поднял страну с колен, что своей внешней политикой он наконец-то вернул уважение к России, что Запад очень разозлился от того, что Россия восстановила свои вооруженные силы. А о том, что украинцам стоило бы вообще помолчать, Прибалтика и все прочие мелкие народы, непонятно какие претензии имеют к великой России, радовались бы, что были несколько лет под ее властью. В том, что Финляндия – это вообще недогосударство, какая-то территория, как она высказывает, находящаяся между Швецией и Россией, и она, в общем-то, и самостоятельно никогда не существовала. Она жила всегда либо за счет России, либо за счет Швеции. В общем, целое нагромождение штампов. Все то, что буквально или маслом проливается на сердце нынешнего российского патриота. Вот послушайте, как в одной речи за несколько минут можно полностью, легко, с умным видом противоречить самой себе. Главное, что люди, слушающие ее, не видят никаких противоречий до тех пор, пока им на это не указывают. Послушаем, что она говорит. Ну, а Запад, конечно, воткнул ломик в эту трещину и раскачивал как следует, потому что Бжезинский тоже и говорил, и печатал, что Россию только тогда реально можно ослабить, только если отколотит на нее Украину. И это, собственно, происходит. И ведь Солженицын, он был абсолютным антиимпериалистом. Он видел проблему России в том, что она расширяла свои владения. Сверх сил. Да, сверх сил. Это с одной стороны. С другой стороны, Солженицын всегда считал, что Россия везде, где русский язык. Ну и Украина, знаете, он тоже всегда считал, что Украина, это никак нельзя говорить, что русская империя распространялась на Украину, потому что истоки у этих двух народов, конечно, одни. Когда-то мы были, конечно, одним народом. Я понимаю, что украинцам сегодня не нравится это слышать, но это так. Так, почему мы же реально чувствуем себя народами-братьями? Реально Солженицын писал о том, что, говорил в интервью Полу Хлебникову еще в те годы, что это же Крым наш. Ну, Крым, безусловно, наш, понимаете? Крым, ну, это вообще смешно даже говорить. Крым, ну, можно спорить, можно смотреть, листать историю. Можно сказать, что Крым турецкий. Можно сказать, что он, я не знаю, хазарский. Хазарский, греческий, какой хотите, но уж только не украинский. Это просто тут вообще говорить не о чем. А Севастополь? Сколько крови там пролито, и что? Это русский город, безусловно. А Харьков, когда вообще вот эти области, из-за которых сейчас столько страданий и у них, и у России, в общем. Но эти области, конечно, были всегда русскими. И вся беда в том, что когда референдум на Украине проводили, Солжинцев писал к референдуму, еще когда не было референдума, он писал, голосование должно быть по областям. Украина состоит из галицийцев, которые никогда не жили с Россией и имеют право не хотеть с ней жить, вот эти самые, с которыми он сидел в лагерях, непримиримые. И какие-нибудь харьковчане, которые вообще вывеску по-украински запутаются, как прочитать. Значит, каждая область должна сама голосовать, с кем она хочет быть, с Украиной или с Россией. Но, конечно, так не было сделано, а было общее голосование в 91-м году, когда был референдум на Украине. У нас проблемы, у них проблемы, но мы соседи, нам надо как-то жить. Я думаю, сейчас Солженицын сильно удивился. Мало того, мы соседи будем всегда вот эту границу не перенести, мы всегда будем соседями. И, конечно, ситуация когда-нибудь исправится, но очень не скоро. То есть расшатали этим ломиком трещину как следует. Зачем это западу просто? Ну, как зачем? Чтобы ослабить Россию. А зачем западу ослабить Россию? Ну, Россию исторически всегда боялись. Россия сильная, Россия мощная. И я даже не знаю, было ли такое время, когда уже Россия была не только на карте, но как бы в мире государств существовала, заявила себя. Ее всегда боялись. Ну, во-первых, как вы слышали, Крым, конечно же, наш, то есть их. Потому что там, видите ли, полито что-то русской кровью. Ну, при этом они делают небольшую поправку, вроде бы, да можно назвать Крым, конечно, турецким, ну или, например, татарским. Да, в общем-то, о чем разговор, конечно же, наш. И 450 лет эта территория находилась в составе Османской империи. Да и вообще, по факту коренного населения крымских татар, этот факт сам по себе говорит, что российским Крым оказался буквально вчера по историческим меркам. Но даже если не обращать внимания на историю, а говорить чисто, отталкиваясь от международного права, то совершенно не важно, как считает эта старушка или сидящая напротив нее лупоглазая журналистка, задающая провокативные глупенькие вопросы. Совершенно не важно, что думают они, а важно то, что было закреплено документально и подтверждено Российской Федерацией. То есть, в определенный момент Российская Федерация не имела никаких претензий к Украине и вместе с Великобританией США подтвердили тот факт, что Украина останется в своих территориальных границах, обозначенных в 1994 году. Точка. И здесь не может быть никаких рассуждений, чем он там был или какой кровью палит. Извините, если рассуждать так, когда-то римские воины во главе с Цезарем воевали с английскими варварами. И там знаете, сколько итальянской крови полито? А сколько французской крови полито на территории Германии? Или наоборот, немецкой на территории Франции? А сколько крови пролито в Кёнигсберге, в нынешнем Калининграде? Давайте не будем говорить о том, где какая кровь пролита, иначе мы будем перекраивать карту мира снова и снова. Этих людей это не волнует. Самое главное, что они считают. Вы обратили, наверное, внимание, там, где говорят по-русски, это Россия. Типичное имперское представление об окружающем мире и о своем положении в этом мире. Куда захочу, туда и приду. Кого захочу, того и буду защищать. Вот найду там три русских человека и скажу, что эта территория принадлежит России. Но давайте к ее когнитивному диссонансу. Ну, потому что об Украине Солженицын писал публично и говорил, начиная вообще с 68-го года. Ему, он всегда говорил, что Украина может отколоться и что это будет очень болезненно. Он сидел в лагерях с западенцами, он сидел в лагерях с западными украинцами, которые совершенно не скрывали и говорили, при первой возможности, если она представится, мы уйдем от Москвы. Нам москали не нужны, мы будем жить отдельно. Ну, тогда казалось это фантастическим, но настрой был настолько сильный и настолько упорный. Это вообще хлопцы впертые, как говорится. И он писал об этом еще и в архипелаге, в 68-м году писал. Она будет пытаться уйти. Александр Александрович был еще жив, когда родилась идея Европы от Лиссабона до Дальнего Востока. И это должен был быть один континент, который бы работал как одна слаженная машина. Эти ребята со своими технологиями, со своей дисциплиной, мы со своими ресурсами. И отличный гигантский континент, который работает на благо всех. И эта идея на глазах рассыпалась. Ну, потому что она была утопична с самого начала. Вообще, глобализм много чего понаделал сейчас на Земле. И ему поднялось сопротивление. Вот сейчас на глазах то, о чем тоже говорил Солженицын. Тогда же он говорил, что потерять все, стереть в одно лицо все нации – это огромная потеря. Этого не нужно делать. Это как, представьте себе, школьный класс, где сидит там 30 человек и все на одно лицо. Кошмар. Это просто фильм ужасов. Так вот, каждая нация имеет свои особые краски. И подгонять их всех под одно – это большое обеднение человечества. И сейчас поднимается это сопротивление. Какой-нибудь там, не знаю, Лиссабон не хочет жить, как они. Они живут бедно, но гордо. И сохраняют свои особенности. Но люди пытаются отстоять свой язык, свои обычаи, какой-то способ думать, способ жить, способ образовывать своих детей. Сейчас сильное движение всюду, по всему миру. Как-то люди хотят отстоять свой образ жизни. Свою идентификацию. Ну да, свою идентичность, какую-то свою, своя историческая память, свои, как говорится, сказки. Они, может быть, у всех народов про то, что убивать плохо, быть хорошим, быть добрым хорошо, но все равно они разные. В начале речи она говорит о том, что Солженицын, находясь тогда еще в ГУЛАГе, общался с украинцами, которые еще тогда, в 50-е годы, говорили, что при любой возможности они отделятся от России. И она сама называет их упоротыми парнями. Ее муж понимал, что желание украинцев отделиться от «братского» в кавычках народа почему-то странное дело. Ну, просто столетиями находится внутри украинского характера и менталитета. Ну вот никак не складывается братская любовь между украинским и русским народом. Русские-то все с объятиями, понимаете, с большой братской любовью. Ну, расстреливают корабли, устраивают голодомор, отхватывают территории. Но это же все по-братски, с любовью. А украинцы подлые никак не хотят вот эту любовь, замешанную на крови, принимать. Диссонанс заключается в том, что буквально минутой тому назад она рассуждает о том, что не надо бы украинцам никуда деляться. Один народ. Что же вы хотите? Замечательный русский язык. Мы же братья. Да и вообще, это именно Запад отдирает с кровью Украину от России. А Украина-то никуда не стремится. Украина-то всем сердцем хочет быть с Россией. Но минутой позже она говорит о том, что глобализация в Европе идет, в общем-то, с большим трудом. И почему-то другие народы не очень-то хотят объединяться. Сама она сравнивает объединенные глобализированные народы как класс, где все дети на одно лицо. И что она там говорит? Это просто фильм ужасов. Почему-то в Европе она согласна, что каждый народ должен бороться за свой язык, за свою территорию. И это замечательно, что будет не все одно целое, а где-то будет португальское, где-то испанское, где-то итальянское, где-то хорватское и прочие культуры. Значит, в Европе она это допускает. А в отношении России и Украины нет. У крынцев не должно возникать желание иметь свой собственный язык, свою конкретную территорию и стоять за нее, говоря своему соседу России «Извини, мы с тобой живем по-соседски, но ты не должен сюда заходить тогда, когда считаешь нужным, открывая мою дверь нагло солдатским сапогом. Извини, вот здесь будет наша граница, и прежде чем ты ко мне придешь, ты позвонишь и постучишься, а я решу, пустить тебя в гости или нет». Почему украинцам они в этом праве отказывают? Почему она, эта женщина, которую когда-то выгнали из России, прожив 20 лет в Соединенных Штатах, продолжает рассуждать, что Россия имеет полное право на Украину? И дальше по ходу этого интервью говорит, украинцы вообще помолчали бы. Возникает вопрос, что же с ними со всеми не так? Почему они считают, что у России есть права, а ни у кого из ее соседей прав нет? Почему они продолжают считать, что российская литература самая великая, а вот литература Татарстана, Башкортостана, Украины, Грузии вообще не имеет права на существование и название? Зачем вообще упоминать о таких мелочах? Вот так глубоко, в них, во всех внутри, сидит эта зараза империализма. Империализма и ничем не оправданного высокомерия. Не оправданного, я имею ввиду, ни цифрами, ни ситуацией, ни отношением мира к этой стране. Напоследок высказывание российского Д'Артаньяна. Это тот самый, в которого мы верили, что ну уж он-то понимает, что значит справедливость и честность. Очередное признание в любви Владимиру Путину. И Трамп его побаивается, и Макрон. Я уже не говорю про немцев и англичан. Нет, это личность номер один на земном шаре. Потому что такого уважения, которое он приобрел, возглавляя нашу страну, не было ни у одного с Петра Первого. Каждый раз, сталкиваясь с русскими, ты продолжаешь задавать себе вопрос. Да что с ними такое происходит?